Отношение знаков зодиака к деньгам. Деньги являются неотъемлемой частью нашей жизни, и каждый из нас имеет свой уникальный подход к финансовым вопросам. Интересно, что знаки зодиака могут оказывать влияние на нашу финансовую философию и отношение к деньгам. В этом выпуске мы рассмотрим, как каждый знак зодиака подходит к финансовым вопросам, какие у них привычки и предпочтения, а также как они могут использовать свои сильные стороны для достижения финансового благополучия. Овен. Овна известна своей энергией и решительностью, и они применяют эти качества и в финансовых вопросах. Они склонны к риску и предпочитают быстрые и дерзкие финансовые решения. Овнам важна независимость, и они стремятся к достижению финансовой свободы через предпринимательство или инвестиции. Телец. Тельцы ценят стабильность и комфорт, поэтому финансовая безопасность является их приоритетом. Они осторожны и тщательно планируют свои финансовые действия. Тельцы могут быть великими сберегателями и инвесторами, стремясь к накоплению богатства на долгосрочной основе. Они также ценят качество и могут инвестировать в предметы, приносящие им удовольствие и комфорт. Близнецы. Близнецы обладают острым умом и быстрым мышлением, что делает их хорошими в деловых сделках и коммерческих предприятиях. Они могут быть талантливыми коммуникаторами и продавцами. Однако близнецы могут быть склонны к неустойчивости в финансовых вопросах и могут иметь тенденцию к непродуманным тратам. Для достижения финансовой стабильности им необходимо учиться контролировать свои импульсы и делать осознанные финансовые решения. Рак. Раки являются заботливыми и эмоциональными, что может отразиться на их финансовом подходе. Они склонны тратить деньги на своих близких и создавать комфортное домашнее окружение. Раки также могут быть хорошими инвесторами в недвижимость, так как они ценят стабильность и безопасность. Однако они должны быть осторожными, чтобы не позволить эмоциям влиять на их финансовые решения и сохранять баланс между потребностями семьи и личным финансовым благополучием. Ляв. Львы стремятся к роскоши и величию, и это может отразиться и на их финансовых привычках. Они могут быть щедрыми и склонны к тратам на предметы, которые подчеркивают их статус и привлекательность. Львы могут быть успешными в бизнесе и развлекательной индустрии, где они могут раскрыть свой творческий потенциал и привлечь внимание. Однако им также важно научиться контролировать свои финансовые желания и уметь инвестировать для будущей финансовой стабильности. Дева. Девы характеризуются практичностью и аналитическим мышлением, что делает их отличными финансовыми планировщиками и организаторами. Они тщательно изучают свои финансовые возможности, разрабатывают бюджеты и стремятся к экономии. Девы могут быть великими инвесторами, предпочитая стабильные и надежные финансовые инструменты. Они ценят финансовую безопасность и стремятся к накоплению резервов. Однако девам также необходимо найти баланс между экономией и наслаждением жизнью, чтобы не позволить себе упустить возможности для радости и удовольствия. Весы. Весы стремятся к гармонии и равновесию во всех сферах жизни, включая финансы. Они ценят красоту и качество и могут тратить деньги на предметы, которые приносят им эстетическое удовольствие. Однако, они также могут быть несколько неопределенными в своих финансовых решениях и предпочитают избегать конфликтов из-за денег. Скорпион. Скорпионы имеют интенсивный подход к финансовым вопросам. Они могут быть очень целеустремленными и амбициозными в накоплении богатства. Однако, они также могут быть склонны к рисковым инвестициям или потребительским тратам. Скорпионы обычно обладают стратегическим мышлением и часто могут успешно управлять своими финансами. Стрелец. Стрельцы имеют склонность к оптимизму и щедрости. Они обычно не слишком привязаны к материальным вещам и готовы потратить деньги на путешествия, образования и новые опыты. Стрельцы могут быть несколько безответственными в финансовых вопросах и иногда им может не хватать дисциплины в отношении накоплений. Козерог. Козероги обычно очень практичны и целеустремленны в отношении финансов. Они стремятся к стабильности и безопасности и часто откладывают деньги на будущие нужды. Козероги обычно осторожно планируют свои финансы и могут быть довольно экономными. Они ставят высокую ценность на финансовую независимость и достижение успеха в своей карьере. Водолей. Водолеи могут быть немного эксцентричными в своем отношении к деньгам. Они часто придерживаются непривычных подходов к финансам и могут проявлять инновационные идеи в области инвестиций или заработка. Водолеи склонны к экспериментам и могут рисковать своими финансами ради новаторских проектов. Они обычно не придают большого значения материальному богатству и могут быть более заинтересованы в справедливости и социальных вопросах. Рыбы. Рыбы могут иметь сложное отношение к деньгам. Они могут быть мечтательными и эмоциональными, и иногда могут с трудом справляться с финансовыми вопросами. Рыбы могут быть щедрыми и благотворительными, и часто склонны помогать другим. Однако, они могут быть несколько нерешительными и избегать принятия финансовых решений. Рыбы могут найти баланс в своих финансах, когда они научатся лучше контролировать свои эмоции и принимать обдуманные решения. В заключении, каждый знак зодиака имеет свой уникальный подход к финансовым вопросам, и понимание этих различий может помочь нам лучше планировать свои финансы и достичь финансового благополучия. Овны с их рисковым подходом, могут стремиться к предпринимательству или инвестициям, в то время как тельцы будут акцентировать внимание на стабильности и долгосрочном накоплении. Близнецы, с их коммуникативными навыками, могут находить успех в сфере продаж и бизнеса. Раки, в свою очередь, с фокусом на семью и комфорт, могут быть хорошими инвесторами в недвижимость. Львы, стремящиеся к роскоши и величию, могут процветать в развлекательной индустрии, а девы с их практичностью и организованностью, будут успешными в финансовом планировании и инвестировании. Но не стоит забывать, что наш знак Зодиака лишь один из факторов, влияющих на наше отношение к деньгам. Наше образование, опыт, ценности и личные убеждения также играют важную роль в формировании нашего финансового поведения. Поэтому важно развивать финансовую грамотность и принимать осознанные решения в области финансов, независимо от нашего знака Зодиака. Итак, каждый знак Зодиака имеет свои особенности и привычки в отношении денег. Понимание этих различий поможет нам лучше понять себя и других людей в финансовых вопросах. Осознавая свои сильные стороны и потенциальные слабости, мы можем развивать здоровые финансовые привычки и стремиться к достижению финансового успеха. В конечном счете, важно находить баланс между материальным благополучием и качеством жизни, чтобы деньги служили нашим целям и счастью. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.